Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. Собственно, как и всегда, возвращаемся на финансовые рынки. Прошу прощения за то, что последние несколько торговых сессий мы так активно, собственно, не обсуждали, как всегда. К сожалению, возникли обстоятельства непреодолимой силы, но сегодня, я уверен, мы все наверстаем и, соответственно, освежим свое представление о фундаментальной повестке, которая сейчас стоит, скажем, на обсуждении всех участников финансовых рынков. Сегодня, как и всегда, анонсирую очередное кодовое слово, которое позволит получить бонус на пополнение плюс к тем акциям, которые действуют в рамках ОМАК. Чтобы воспользоваться этим бонусом, все, как и всегда, просто. Нужно связаться с вашим персональным менеджером и, соответственно, поменять это слово на бонус на пополнение. Действует он буквально до следующего брифинга, который состоится, как и всегда, по расписанию завтра утром, где мы снова оценим общую фундаментальную картину и, соответственно, проанализируем прошлую торговую сессию и посмотрим, на что можно ориентироваться в рамках уже новых торгов. Ну а сегодня давайте вернемся к нашему привычному сценарию и начнем, как и всегда, с нашего первого традиционного вступительного актива, которым является нефть. Brent. Актуальная котировка 49.55. Прошлой недели оказалась весьма волатильной для динамики черного золота. Учитывая содержание экономического календаря, а серию важных макроэкономических отсчетов, я думаю, что это было вполне предсказуемо и ожидаемо. Локальный минимум, который был зафиксирован Brent по итогам прошлой пятидневки, находился в районе 47 долларов за баррель. Напомню, что этот рубеж являлся для нас среднесрочной целью и, если добравшись до него, вы зафиксировали свои короткие сделки по нефти, поступили правильно. Если нет, ничего страшного, потому что в целом мы прекрасно понимаем, что фундаментальный фон за последние пять дней ничуть не изменился. И более того, я хочу даже сказать, что на рынке появились дополнительные аргументы, указывающие в пользу того, что прежнего коррекционного посыла нужно продолжать придерживаться. Связано это с тем, что Соединенные Штаты Америки, по сути, анонсировали возможности продажи многих миллионов баррелей нефти из своих стратегических запасов. Согласно их плану, в 2018 году может быть продано около 5 миллионов баррелей с последующим увеличением продаж до 8 миллионов к 2022 году, к 2023, соответственно, до 10 миллионов. И всего за время действия вот этого периода активных распродаж к 2025 году США планируется избавиться от 58 миллионов баррелей нефти. Я хочу, чтобы все прекрасно понимали, что это не какое-то нонсенс событие. Такое, в принципе, уже было, по-моему, даже в 2011 году, когда Соединенные Штаты Америки продали около 30 миллионов баррелей своих стратегических запасов. И произошло это в качестве, скажем, компенсирующего, заменяющего эффект вследствие приостановки добычи в Лиме. Сейчас мы знаем, что недостатков предложения на рынке нет. И более того, даже если бы мы не, скажем, касались темы потенциальной продажи стратегических запасов в США, у нас было достаточно оснований цепляться за общий переизбыток предложения вследствие того, что мы ожидаем дополнительные объемы со стороны Ирана и Либии. Плюс ко всему, к сожалению, пока продолжаем мы с месяца в месяц констатировать общую славу с мировой экономикой и, соответственно, недостаточные, скажем, спросовые моменты, которые могли бы компенсировать такое избыточное предложение энергоисусов, которое присутствует на рынке. А поэтому каждый раз, когда мы получаем сообщение, фактическое подтверждение либо об увеличении, соответственно, производства в рамках ОПЕК и прочих производителей, и либо, соответственно, касаемся темы, которая предполагает возможности дополнительного увеличения предложения, это, разумеется, серьезный, долгосрочный, фундаментальный фактор, который предполагает еще большее давление на позиции и бренда, и WTI. Плюс ко всему, на прошлой неделе мы снова обратили внимание на динамику запасов нефти в США, в частности, по версии частного агентства ПИС сначала. Запасы выросли на 4,1 миллиона баррелей. Я думаю, что также эта тенденция, уже фактическая тенденция увеличения запасов из недели в неделю, уже четвертой недели подряд, не вызвала ни у кого вопросов, потому что мы прекрасно знаем, что сейчас ставку на увеличение запасов нам позволяет делать сезонный фактор, связанный с недостаточным заговором. Дружностью производственных мощностей в США, вследствие чего обработка, переработка нефти уже находится не на тех уровнях, как это было раньше. Скорее всего, продолжится это еще около месяца, наверное, даже полутора, значит, у нас вот этот период еще из полутора месяцев локального давления фундаментального характера на нефть. Значит, от идеи, которая предполагает ослабление позиций черного золота, мы, разумеется, не отказываемся. Спасибо, нужно сказать, Соединенным Штатам Америки, потому что они добавили еще большую прочности нашего коррекционного посыла. И, значит, мы по-прежнему метим в район 45 долларов за, соответственно, баррель нефти по бренду. И при неизменности текущего информационного фона, я полагаю, что мы сможем добраться до этого рубежа уже к концу 2015 года. Плюс ко всему, есть все-таки основания полагать, что и декабрьское заседание окажется, скажем, заседанием, которое вряд ли станет судьбоносным для позиции черного золота. Если, скажем, несколько месяцев назад мы наивно полагали, что ОПЕК может пойти на оснижение квоты по добыче нефти, сейчас прекрасно понимаем, что, скорее всего, это не произойдет. Уж больно очевидна позиция ближневосточного картеля, которая направлена на защиту собственной доли на рынке. А, значит, как и предполагалось ранее, 2016 год, скорее всего, Брэм встретит с прежним фундаментальным негативом. А, значит, и следующий год у нас будет, скорее всего, полон идей, предопределяющих возможность еще большей просадки Брэнта и WTI. В общем, ближайшая цель 45 долларов за баррель нефти, соответственно, туда пока и стремимся. Это, что касается Брэнта. Рубль. Актуальные котировки на премаркете 64.11, в частности, по итогам прошлой недели. В пятницу стоит отметить заседание Центрального банка России. Думаю, что если вы ориентировались на это событие, смогли уже посмотреть содержание экономического календаря, либо увидеть в новостях, что ставка рефинансирования осталась на прежнем уровне 11%. Может быть, если бы к заседанию рубль и пара USDRAP не оказалась в районе 64 рублей против доллара, Центральный банк был более решительным и пошел бы на дополнительный шаг по экономическому стимулированию. Но поскольку рубль снова вернулся к прежнему дивляционному прессу, мы сейчас все-таки понимаем, что дальнейшее, скажем, ориентирование на поведение черного золота будет предопределяющим, а значит и, собственно, ослабление позиции российской валюты также не вызывает сомнений. Еще раз напоминаю, актуальные котировки 64.11, возвращая вас к идее, связанной с математической формулой обычного умножения, соответственно, актуальной котировки на курсы и стоимости бренда, то есть 64.11 мы умножаем на 49.55, получается 3176 долларов за, то есть рублей за баррель. Это рублевый эквивалент стоимости одного барреля нефти. Минимальным достаточным для российского бюджета является планка, конечно же, выше 3.300, может быть, даже еще повыше, соответственно, стоит и дальше ожидать еще больше девальвации рубля и закрепления выше 65 против доллара. Поэтому и по российской валюте наша прежняя цель остается неизменной, ждем ослабления и, соответственно, ждем реализации еще одной пробитной идеи по российскому активу до конца этого года. Идем дальше. Европейская валюта против доллара. На сегодняшней азиатской торговой сессии мы видим, как евро против американца торгуется с повышением, хотя прошлая неделя, скажем, предоставила нам достаточно уже серьезных таких же фундаментальных оснований. Быть полностью уверенным в том, что европейская валюта, скорее всего, и дальше останется одним из аутсайдеров рынка и будет, соответственно, стремиться к еще более низким ценовым стоимостным значениям против всех своих основных конкурентов. Если проанализировать последние, заключительные торговые сессии прошлой недели для пары евро-доллара, мы видим то, что спрос на главный валютный риск был действительно повыше. Возможно, это было связано с хорошей статистикой по рынку труда Германии. Действительно, данные очень хорошие. Наверное, даже одни из самых лучших за последние 25 лет. Но я в целом хочу, чтобы вы прекрасно понимали, что эта статистика может быть позитивная с точки зрения отчетов, но она, скажем, приправлена таким серьезным фундаментальным негативом, связанным с тем, что есть уже на повестке обсуждения участников рынка тот факт, что Deutsche Bank собирается сократить в самое ближайшее время до 30 тысяч своих сотрудников. И плюс ко всему, я по-прежнему возвращаю вас к инциденту, связанному с немецким автогигантом Volkswagen, который также, скорее всего, окажется одной из серьезнейших проблем для валютного блока. И учитывая то, что величина иска 18 миллиардов на долларов, соответственно, нужно отдавать отчет тому, что это катастрофическая цифра даже для Volkswagen, и она непременно приведет к падению производственного сектора Германии, то есть ведущего локомотива всего валютного блока. И значит, Volkswagen еще может оказать свое негативное влияние на общую динамику темпов экономического роста как самой Германии, так и, соответственно, и еврозоны в целом. Поэтому негативный фон у нас по-прежнему остается. Плюс ко всему, не забываем о том, что еврозона буквально в одном шаге от дополнительных мер экономического стимулирования, которые продолжат вот этот беспрецедентный цикл экономических стимулов, направленных на постепенный разгон уровня инфляции в регионе. Но пока, даже несмотря на то, что в пятницу годовой показатель по индексу потребительских цен ушел с отрицательной территории, мы все равно прекрасно понимаем, что он находится на минимальных уровнях, и, соответственно, стоит нефти и энергоресурсам просесть еще сильнее. Соответственно, основа этот показатель окажется в отрицательной зоне. Поэтому каких-либо оснований отказываться от идеи того, что ЕЦБ будет действовать, возможно, уже по итогам декабрьского заседания нет. И эти основания предполагают по-прежнему возможность увидеть решение программы количественного смягчения. Возможно, она будет увеличена с 60 миллиардов евро в месяц до 75 или 80. В целом это приведет к еще большему разрастанию баланса Европейского центрального банка и, соответственно, окажет логичное фундаментальное давление, такой основополагающий долгосрочный пресс на позиции главного валютного риска. Поэтому наша долгосрочная цель стоит, находится по-прежнему в районе 1.05, поскольку мы добрались до поддержки 1.10, в частности, актуальная котировка сейчас 1.10.29. В целом видим то, что прежний расчет был верным. Сейчас ни в коем случае не нужно отказываться от дальнейших продаж главного валютного риска против доллара. И, соответственно, нужно ожидать еще больше коррекции в район даже 1.08. Это следующая, скажем, ближайшая цель, которая может быть протестирована, прежде чем главный валютный риск умудрится сходить еще ниже. Поэтому, что касается идей, те, кто находится уже в короткой сделке по евро-доллару, мы анонсировали продажи еще с уровня 1.13. Учитывая актуальную котировку, опять же, вы находитесь в профите, не стоит сейчас метаться, мудрить. Соответственно, нужно по-прежнему удержаться прежнего села и верить в то, что европейская валюта все-таки будет и дальше дисконтировать те риски, которые связаны с общей слабостью еврозоны. Что касается тех трейдеров, которые вышли из сделки, сейчас ищут дополнительные возможности для трейдинга по паре евро-доллар, здесь можно, скажем, поставить такую краткосрочную цель, войти в сделку тоже селлого характера с уровня 1.10. То есть, используем селл-стоп 1.10 с коротким стопом 1.10.50. Что касается тейк-профита, это 1.08, который и является нашей ближайшей профитной целью. Идем дальше. Доллар японская иена. Мы видим то, что наш посыл связан с тем, что американская валюта сохраняет, разумеется, возможности для фундаментального роста. Он актуален. Даже локальный хайп прошлой недели был зафиксирован в районе 121.50. И произошло это после того, как прогремел ФРС со своей ставкой. Как вы прекрасно знаете, Федеральная зеленая система приняла решение не корректировать текущие монетарные курсы, собственно, сохранив ставку на прежних минимальных уровнях, но при этом и оставив возможности действовать, связанных с ужесточением монетарной политики уже по итогам следующего заседания в декабре. Очень важный момент по итогам ФРС, который нужно было усвоить, он связан с тем, что американский мегарегулятор уже менее обеспокоен, связан касательно тех событий, которые протекают в мировой экономике. А значит, у нас есть все основания полагать, что сейчас все голосующие члены будут максимальным образом сфокусированы на национальном макроэкономическом фоне, то есть на национальной статистике. И если отчеты по-прежнему будут указывать на сохранение восстановительного импульса, тенденций и создавать хорошее основание для продолжения таких прогрессивных моментов, как и на рынке недвижимости, так и на рынке труда, значит, фокус, скажем, мнений будет смещен все-таки в пользу нормализации денежно-кредитной политики, а значит, по итогам декабря мы в моменты голосования можем получить перевес в пользу тех, кто уже выскажется за необходимость повышения процентной ставки и самое главное за готовность того, что американская экономика, в принципе, может уже справиться с таким решением. Поэтому от идеи, которую предполагают усиление позиций доллара, разумеется, мы не отказываемся, даже несмотря на то, что в последние, скажем, две торговые сессии всю малину для американца, несколько подпортили макроэкономические отчеты по темпам экономического расширения, в частности, ВВП, помимо прогнозного ожидания, вопреки прогнозного ожидания на уровне 1,6, оказался чуть пониже 1,5, но в целом позитивный вектор сохраняется и я думаю, что не стоит делать какую-то негативную ставку на общую экономику в целом из-за локального слабого макроэкономического отчета. Учитывая то, что тренд хороших, сильных макроэкономических данных продолжался на протяжении последних нескольких месяцев, все равно больше оснований по-прежнему придерживаются роста американца против всех своих основных конкурентов. Ну и порадовали, конечно же, по итогам прошлой недели традиционные заявки на пособие по безработице. У нас по-прежнему очевидный сигнал сохранения восстановительного вектора американского рынка труда, в частности, заявки на пособие по безработице были в районе 260 тысяч. Это лучшие прогнозные оценки. И значит, у нас по-прежнему имеются основания полагать, что non-farm payrolls, которые мы будем анализировать уже в ближайшее время, могут оказаться серьезным позитивным фактором и стимулом для еще большего усиления позиций американца. Британская валюта против доллара. Актуальные котировки на текущий момент 1,53, соответственно, 30. Точнее, так, одну секундочку. Да. Фунт находится сейчас под небольшим давлением с азиатской торговой сессии. В целом, учитывая то, что последние дни мы видели усиление позиций, то есть четверг-пятницу, как фунт активно доминировал над американцем. Я думаю, что это связано с тем, что участники рынка больше сейчас внимания уделяют факту роста заработных плат. Я думаю, что это некоторое заблуждение, потому что, как мы уже отмечали, даже несмотря на то, что заработные платы, их рост составил 2,8%, этого показателя все равно недостаточно, чтобы вывести, скажем, страну из дефляционной пропасти. А с точки зрения годового отчета мы уже зафиксировали значение минус 0,1% по уровню инфляционного давления. Поэтому получается, что на фоне низкого показателя инфляции, уже по сути реализованного дефляционного риска, катастрофических показателей по торговому балансу, падения экспорта, слабые данные по производственному сектору, сектору на рынке труда, слабому рынку недвижимости, у нас по-прежнему более серьезный фундаментальный фонд, который указывает на то, что британская валюта будет находиться под долгосрочным прессом. И, к сожалению, на фоне тех показателей по инфляции, которые мы видим, разумеется, Банк Англии ни в коем случае не пойдет на досрочное повышение процентной ставки. Значит, фунт, как я уже неоднократно отмечал, лишен, по сути, главного фактора поддержки, который мог быть использованным для тех трейдеров, которые делают ставку на усиление позиций британца. Поэтому сейчас нужно искать возможности, соответственно, для продаж британца. И самую лучшую, скажем, самую лучшую возможность, которую в связи с этим можно использовать, это снова отложенный к селл-стопа с уровня 1.53.50. Профит можно поставить на уровне 1.50 на 2. Что касается стоп-лосса после, соответственно, срабатывания этого отложенного ордера, то его можно будет убрать в район 1.54.50. Ну, соответственно, чуть я ошибся, конечно же, котировки сейчас находятся даже выше уровня 1.54, но все равно прекрасно понимаем то, что фунт больше долгосрочно все-таки нацелен на еще более серьезное ослабление. Также хотел пару слов сказать про позиции австралийца. Видим то, что австралийц против доллара тяготеет к уровню 0.70. Это наша ближайшая цель, мощная поддержка, которая может быть протестирована в самое ближайшее время. Что касается дополнительного фундаментального фона, который должен стать поддержкой, скажем, для реализации этой идеи, здесь стоит отметить слабые данные по индексу потребительских цен в Австралии. В частности, он просел до 0.5% против прошлого показателя 0.7%. Соответственно, отсутствие рисков для серьезного разгона инфляции, по сути, развязывает руки Резервного банка Австралии для того, чтобы австралийский мега-ревулятор пошел на дополнительный шаг по экономическому стимулированию. Поэтому я снова возвращаю вас к идее того, что до конца этого года мы можем увидеть еще одно снижение процентной ставки, что в целом станет достаточным основанием, чтобы просесть до уровня 0.70 вместе с австралийцем. Более глубокая цель, уже долгосрочного характера, она также имеет место быть, и эта цель предполагает возможность даже ослабления в район 0.68. Как торговать сейчас австралийцем? Можно использовать также отложенный ордер на уровне 0.71, take profit 0.70 и достаточно короткий стоп, буквально 50 пунктов, 0.71.50. Оснований для ослабления австралийца достаточно, и прошлая неделя явно доказала тот факт, что при усилении позиций американцев все рисковые инструменты начинают, наверное, больше реагировать на слабости национального характера и, разумеется, двигаться к тем рубежам, которые мы выставили в качестве ближайших ценовых ориентиров. И также пара USD с VC. По итогам прошлой недели мы практически добрались до нашей долгосрочной цели в районе паритета. По сути, хайп был 0.99.55, сейчас чуть отскочили, но все равно я считаю то, что мы до этого паритета доберемся и, соответственно, поместим еще одну реализованную профитную идею в копилку тех, которые нам удалось достигнуть по итогам всего прошлого, точнее, еще не завершенного года. USD с VC, ждем паритета и знаем то, что Национальный банк Швейцарии будет задействовать и дальше все экономические стимулы для того, чтобы опередить с точки зрения ослабления европейскую валюту. Что касается кодового слова на сегодня, это ноябрь. Величина бонуса 6% из важных макроэкономических отчетов стоит обратить сегодня на данные по индексу производственной активности буквально целого ряда регионов Германии, еврозоны, Канады и США. Но в целом, говоря про евро и касаясь этого валютного инструмента, здесь стоит отметить даже слабость по прогнозам. Я считаю то, что, скорее всего, отчет действительно будет сегодня не самым радужным и может создать дополнительное основание для разгрузки главного валютного риска. На этом все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.